Всем привет! Рад видеть. Рад видеть, что вы встали так рано утром и все-таки пришли. В общем, презентация посвящена довольно большому объему материала. Я постарался собрать абсолютно разные проекты, рассказать о своем подходе и, соответственно, объяснить вещи, которые я считаю действительно нужными и которые, к сожалению, многие не знают. В общем, для начала начнем с небольшого знакомства. Я на фестивале этом первый раз, поэтому познакомиться все-таки немного нужно. Меня зовут Сеня. Я около, наверное, шести или семи лет последних занимаюсь активно работой с каллиграфией, с граффити, с какими-то такими шлифтовыми историями, но при этом это все завязано на дизайне и, соответственно, моим взглядом на то, как это может быть. В общем, на самом деле проектов у меня очень много. Я успел порасписывать какие-то абсолютно гигантские объемы стен, поверхностей, каких-то вообще нестандартных вещей. Это нормально, когда ты там расписываешь 200 квадратных метров, 300 квадратных метров, и после этого у тебя рука уже настолько набита на то, чтобы что-то писать с закрытыми глазами, что как бы постоянно ищешь что-то новое, чтобы не повторяться. Тогда, например, вот это вот мы делали оформление для ресторана в Москве, и, соответственно, вот эту вот эстетику граффити и паттернов перенесли в немного другой уровень, когда шлифты слишком плотно друг к другу стоят и уже не воспринимаются по отдельности, как какая-то грязная вандальная вещь. Так вот, в общем, мои проекты объединяет один тезис. Тезис очень простой. Скучно писать просто. Потому что реально, насколько я заметил, чем ты пытаешься упростить каллиграфию, тем сильнее она становится похожа на сотни других примеров. И я всегда пытался по-всякому смотреть на пропорции букв, на какие-то решения, на то, как это можно написать, чем это можно написать. Я успел перепробовать кучу разных самодельных инструментов, при этом использую и маркеры, и какие-то вещи, связанные с геометрией. И, собственно, да, это реально довольно веселое занятие, потому что сам себе постоянно ставишь какие-то совершенно невыполнимые условия, уходишь из зоны комфорта, пытаешься сгенерировать какие-то идеи, и за счет этого потихонечку-потихонечку прокачиваешь каллиграфию на какое-то свое видение. Например, да, вот эта вот нижняя штука, это сделано стеклоочистителем. Ну и, соответственно, да, это как инструмент тоже очень круто помогает передать на большой формат свое видение, как это можно написать, потому что он плоский. И когда пишешь, например, какой-то щеткой или чем-то еще таким же широким, у тебя получается текстура, и ты не можешь, например, какие-то углы качественно загнуть. И вот такие мелочи очень сильно влияют на финальный итог работы, поэтому правильно подобрать инструменты, вообще знать, как можно работать с инструментом, что-то можно придумать, это очень важно. Так, ну-ка. В общем, я на самом деле сюда подобрал совершенно разные шрифтовые свои композиции. Это чаще всего всякие принты, и, опять же, да, их очень тяжело прочитать. То есть, да, тут все написано, тут есть определенные какие-то ходы, которые я использую, но при этом читается очень сложно. И, да, вот, например, если их рассматривать, то довольно интересно разбирать, как это написано, от каких приемов вообще строятся композиционные решения. Например, да, смотрите, если показывать, да, вот, например, эту работу, то первая буква S, она идет с двойным штрихом, и этот двойной штрих лифмуется с верхней частью декоративных элементов, потом от Y сюда уходит специальный штрих, чтобы закрыть дырку вот в этом вот месте, где S, да, соответственно, круглое. И дальше я следующее слово пишу ниже так, чтобы расстояние между это и это рифмовалось с этим расстоянием. То есть это все, естественно, делается далеко не с первого раза. Приходится перебрать кучу разных вариантов, потому что, ну, да, научиться писать готикой можно, а потом, да, как бы, чем сильнее ты хочешь отойти от какого-то стандартного решения, тем надо намного, да, жестче самому себе сломать видение, как можно эту букву написать, как построить вокруг нее следующие буквы, и как в итоге все эти вещи собрать в какой-то цельный образ. Для того, чтобы все эти работы воспринимались изначально как цельный образ, я всегда слежу за равномерностью, за общей плотностью работ. То есть у меня нету каких-то сильных дырок, и, например, если эта дырка есть, как вот здесь вот, то на нее просто делается акцент, который потом рифмуется с другими акцентами в этой шлифтовой композиции. Да, и, например, если немножко вернуться назад, то вот смотрите, вот эта вот желтая, золотая, потом красная, голубая и зеленая — это один и тот же текст. Но один и тот же текст можно написать абсолютно по-разному. И если, например, в самом верхнем варианте я пишу большую букву «С», от которой потом, да, по дуге строю весь оставшийся мне текст, и делаю акцент на такой кучелявой букве, так, например, здесь я просто ищу какие-то варианты, как можно все это дело друг другом переплести. На самом деле это тоже все строится на каких-то классических каллиграфических формах. То есть я не пишу буквы, то есть, как сказать, я не пытаюсь в угоду красивой картинке сделать некрасивые буквы. То есть все равно у букв есть какая-то пропорция правильная. Я всегда оставляю какие-то интересные моменты с сосечками, с чем-то еще, и я ее не искажаю до какого-то некрасивого, неправильного вида, если ее просто смотреть по отдельности. Так вот, эксперименты на самом деле абсолютно разные. Например, вот эта вот работа была сделана изначально только половина. Вот эта вот часть. И когда я ее и писал, я специально в центр этой части вывел вот сюда, вот видите, рифмующиеся элементы, чтобы потом эту же часть перевернуть и поставить справа. И как только это все переворачивается и остается вместе, то сразу начинает как единый образ играть и создавать, да, вот правильно какую-то запоминаемую композицию. Это вот пример, который слева. Это одна из моих работ, сделанных на основе глича. То есть это сканер, да, мы все это дело сканим. И в итоге тоже, да, читаемость практически теряется. Я тестил слово покрас, довольно банальное, потому что сначала нужно понять вообще, как это все работает. И в итоге вот эта работа, она послужила для меня каким-то таким отправным пунктом, чтобы создавать правильные образы, которые запомнятся и которые будут узнаваться на фоне других работ. То есть тезис, который я хочу до вас донести, каллиграфия работает и запоминается как образ. Все композиции, которые я вам показал, вы их уже запомнили. И если вы хоть раз, да, узнаете, что там написано, вы ее потом узнаете и вспомните, и прочитаете. То есть это идет коммуникация, когда читаемость изначально не нужна. Но из этого можно сделать свою фишку и, соответственно, дальше с этим как-то интересно работать. Ну и да, вот, например, эти же шлифты в более мелком формате, чтобы можно было еще на них посмотреть, поискать какие-то интересные моменты. И, собственно, к чему я все это веду? К тому, что не всегда работаю именно с такой техникой. Как бы у меня по-разному не было возможности все это дело написать, все равно в конечном итоге все это нужно применять в каких-то коммерческих проектах и так далее. Поэтому я перенес свое видение того, что шлифтовая композиция работает как образ, на свою работу с ветрингом, с логотипами и так далее. Как видите, здесь тоже постоянно в шлифте я ищу какой-то ритм. Например, если брать питч, то здесь вот эти дуги идут очень мягко по отношению друг к другу, такой прям бархатистый получился мягкий логотип. Верхний, наоборот, такой немного жесткий, немного такой резвый, я бы даже сказал. В общем, у шлифтовых работ может быть характер. И характер этот и какие-то интересные моменты приходится долго искать. Естественно, это довольно долгий процесс, когда, например, там нужно 2-3 недели на то, чтобы там перебрать сотни каких-то там скетчей, каких-то лигатур, каких-то пересечений, тонкость, толсота линии. То есть это на самом деле очень сложная работа, действительно интересная. И вот в итоге получаются такие вещи. В случае, например, вот с этим логотипом аллегория я хотел сохранить единую плотность в слове, расстояние между буквами, расстояние пространства внутри буквы. И сочетание O и R, оно изначально подразумевает, что R будет стоять немножко правее на расстоянии, и здесь получалась бы дырка. И что я сделал? Я взял и сделал лигатуру неправильную. То есть я просто лишнюю петельку, грубо говоря, опустил. И с точки зрения работы со шлифтом какого-то классического, это вообще грубая очень ошибка, но она сделана специально намеренно, чтобы логотип остался вот этим вот цельным образом. И в итоге, опять же, такие решения, они тоже запоминаются и как бы легко узнаются. Тут довольно много на самом деле работ. Я сюда подобрал. Это подборка за последние, получается, где-то два года. Работа, которая мне больше всего нравится. Есть такие, более-менее жесткие. Например, Amplius, Natrium. И опять же, я всегда ищу какую-то ритмику в логотипе, чтобы не просто написать, как ты раньше постоянно писал, уже какие-то привычные вещи, а всегда нужно самому себе поставить задачу, сам себя раскритиковал, сам, короче, все забраковал и пишешь заново, пока точно не уверен, что все круто, все нравится и уже менять ничего не хочется. Такой прям перфекционизм, можно сказать. Так, цифры. Без перфекционизма другая профессия нужна. Да, да, но согласен. Пулхер – это тоже одна из моих любимых работ, когда мне пришло в голову, что нужно еще усложнять тему с образом и запоминаемость здесь за счет симметрии достигается. Сам бренд – это бренд одежды, у которого фишка в крое используются всякие острые углы. То есть, допустим, майка может иметь такой вот угол внизу, нестандартный. И я постарался это все тоже отразить в логотипе. Вот смотрите, если брать от центра, то вот один угол, и вот идет второй угол, и, соответственно, здесь. И самое забавное, что в этом слове нечетное количество букв. То есть нечетное количество букв – это значит, что правая часть будет, скорее всего, больше, чем левая, либо наоборот. И очень тяжело это все было срифмовать. Так, например, если обратить внимание, то, например, они немножко неправильно сейчас поставлены. И как вариант можно было аж развернуть, чтобы вот эта часть ушла сюда, а эта часть ушла сюда. Но даже как бы все равно в угоду какой-то красивой картинке я иногда не делаю таких решений, потому что все-таки хочется сохранить слово правильным и буквы правильными. И это все равно не бросается в глаза, потому что логотип редко используется в каком-то огромном формате, когда одежда делается. И поэтому вот эта легкая асимметрия, она как бы воспринимается на отлично. Так, это каллиграфия brush pen. Такая тоже довольно интересная часть работы, потому что постоянно ищешь какие-то новые кисти. У каждой кисти есть определенная жесткость. То есть, например, где-то получается слишком тонкая линия, где-то нужно добавить экспрессию, где-то можно взять вообще жесткий маркер и маркером писать. Я, например, из последних кистей, которые использовал, это кисточка для подводки глаз, которую макаешь в тушь, потому что она в меру длинная и жесткая. И в итоге ты когда пишешь, у тебя получается именно тот самый нужный контраст по пругости и мягкости у пишущего инструмента. Ну и, соответственно, да, очень важно это все понимать в работе, потому что хочется, если сделать какой-то определенный характер, да, у слова, нужно правильно подобрать инструмент и увидеть, как эти буквы можно визуализировать, написать правильно. Также есть добавный момент. Это тоже вот один из моих таких, одна из моих наработок. Это когда ты инструмент макаешь в тушь и, допустим, у кисти есть всегда вот эта пластиковая часть, которая, соответственно, и держит само перо. И эта пластиковая часть тоже должна макаться в тушь. И когда ты пишешь, у тебя получается одна линия основная, пишущей вот этой вот штукой, а вторая дублируется тонкая какая-то линия именно пластиком. Вот, например, вот здесь. То есть я написал и под таким углом по бумаге держу инструмент, чтобы линия прочерстилась еще дополнительно маленькой. Это тоже вот такие вот мелочи, из которых складывается какой-то правильный хороший результат. Кстати, вот по поводу презентации тоже хотел сказать. Вот сейчас использую не PDF-ку, а собрал все это на платформе ReadyMaga. Это такая платформа для создания всяких онлайн-журналов и так далее. И вот отметим, да, вот, то есть намного удобнее презентовать какие-то вещи. То есть я, например, закинул на бэкграунд какой-то паттерн свой, и по NG-шке как бы просто очень круто скроллится по сравнению с обычной PDF-кой. Так, это я вот делал ребятам для сайта. Куча-куча-куча всяких надписей. У них там серф, дизайн, свобода, вся эта тема, короче. И в итоге они показали мне то, что они все это собрали. Вот такой вот вариант с каким-то там вообще замесом жестким. То есть, да, каллиграфия сейчас, она далеко ушла уже от каких-то привычных вещей. Там глич, какие-то совершенно жесткие инструменты, какие-то решения с кистями, с чем угодно. То есть это на самом деле огромное пространство для какой-то творческой самореализации, для поиска каких-то решений. И это действительно интересно. Но для этого приходится постоянно тренироваться. То есть, чтобы постоянно выдавать качественный результат, это не как ты научился писать и все, ты теперь всегда будешь это уметь. Руку нужно постоянно поддерживать в тонусе, постоянно вспоминать какие-то формы, какие-то инструменты. То есть это вот даже когда работаешь над одним проектом и, допустим, делаешь брашевую каллиграфию, постоянно нужно попрактиковаться и с готикой, и с какими-то еще вещами, потому что иначе просто будет все это очень сложно писаться. Также, да, вот даже смотрите здесь, все равно все эти вещи, они работают как единый образ, потому что я каждую шлифтовую композицию делаю в пятно. И это пятно в первую очередь, да, как мы видим, мы его запоминаем. То есть вот если даже, да, вернуться наверх, смотрите, они все очень плотно друг к другу. Да, вот контакт АС, например, да, расстояние минимальное для того, чтобы все это вместе, да, вот как раз у вас в голове и запечатлилось. И вы это узнаете. Поэтому для шлифтового, для каллиграфии это очень важно. По крайней мере, по моему мнению, и именно читаемость сейчас уходит на второй план, потому что, ну, читаемость уже стала скучным, да, каким-то таким привычным явлением. И чем дальше, как бы, ты уходишь в какой-то хардкор, тем оно интереснее и веселее. Вижу, ребята искренне старались ухудшить, но у них ничего не вышло в конце концов особо. Ну, да, я не знаю, я просто посмотрел на этот пример и решил, что это какой-то такой… Мне кажется, они сделали все. Да, они сюда закинули вообще абсолютно все шаблоны какие-то. Вот, но это на самом деле вот тоже, да, пример того, что люди смотрят на какие-то вещи совсем по-другому. И это отчасти странно, но почему бы и нет, да. Это, так сказать, заряд вдохновения, чтобы сделать на основе какой-то чужой идеи, да, там, или какого-то решения еще лучше, еще круче. И, соответственно, все это сделать в какой-то комплексный проект. Круто, да? Это вот чтобы глаза немного отдохнули, потому что, мне кажется, материалы я вам уже успел довольно много показать. И на самом деле здесь еще должен был быть, по идее, один большой такой блок про комплексные проекты. Если вкратце, то когда работаешь с какими-то брендами, да, как бы, ну, каллиграфия – это такая вещь, ну, что можно, да, там сделать принт, сделать логотип. Но это как бы все можно делать по удаленке и так далее. А чем больше у тебя каких-то скиллов, тем это круче можно реализовать какие-то комплексные идеи. Например, для Nike мы делали в начале сентября в Москве для Vogue Fashion Week перформанс, когда я расписывал их корнер с историей создания вообще всех этих кроссовок. И, соответственно, под это все было и проработано концепция и принта, и визуалка, и так далее. То есть тут уже получается, что чем больше ты умеешь, да, тем больше шансов, что ты сделаешь действительно какие-то оригинальные свежие решения, какие-то вещи, связанные, например, с дизайном, круто переплетаются с пониманием типографики, плотности, да, каких-то композиционных вещей. И все это вместе, да, позволяет сгенерировать, создать какой-то действительно уникальный, интересный контент. Потому что сейчас слишком много похожего, даже если брать каллиграфию, там, ретеринг, то тоже очень много стандартных логотипов, потому что все друг у друга очень сильно воруется, особенно когда это становится каким-то трендом. Никто не хочет придумывать, всем проще взять, да, скомпилировать из кучи всех готовых решений какой-то логотип, там, написать какую-то букву или просто там скопировать. И в данном случае как раз приходится изворачиваться, искать какие-то вообще непонятные вещи, какие-то неправильные буквы, неправильные формы. И только за счет этого, да, как бы выделяться на фоне вот этого общей массы похожих одинаковых вещей. То есть, да, проблемы в дизайне, они также и переходят потихонечку на каллиграфию, потому что это довольно, по крайней мере, по моим наблюдениям, в России недавняя популярность, да, у нее какая-то стала расти. Раньше было мало ее заметно. Вот. А сейчас на фоне вот этого бума начинается куча людей, которые, по сути, имеют практически нулевой опыт, да, но пытаются там как-то все это дело собрать уже из чужих готовых решений. Да, вот как до этого говорили про то, что открывают Behance, то же самое здесь. Открывают также чужие работы, все это дело собирается и продается, потому что, ну, как бы тренд, значит, купит. Вот. Ну что, глаза отдохнули? Как вообще? Нормально? Ну, держите. Смотрите. Это кислотные лайки. Нравится? Отлично. Я могу еще прокрутить, на самом деле. Мы можем минут 10 смотреть. Отлично. В общем, я думаю, что вообще вопросы о каллиграфии, наверное, мало очень людей могут ответить, что-то рассказать, поэтому мне, наверное, интереснее с вами пообщаться в первую очередь и узнать от вас, да, что вам интересно, что, возможно, да, как бы вы хотели бы узнать, и вот как бы я здесь. Можно спрашивать? Да, давайте попробуем. Я вот вижу руки, руки. Ну давайте, я сейчас приползу туда, а здесь просто ближе. Сеня, привет. Спасибо за реакцию. Не хотели бы вот… У меня такой вопрос. Ты, видимо, больше любишь использовать живые материалы. Насколько часто ты используешь планш? На самом деле часто использую. Я вот как раз вот сегодня услышал уже одну шуточку, типа Windows Notebook ужасный. На самом деле пока Apple не придумали хороший тачскрин с нажатием пера и так далее, нет смысла вообще, ну, для меня по крайней мере, потому что почти всю свою работу я делаю на экране, рисую на нем. Вот. Это могут быть эскизы к летерингу. Например, я уже давно, если понимаю, что какие-то кистевые варианты мне неинтересно делать, я беру и набрасываю форму букв непосредственно на экране. Либо я могу брашем набросать себе какой-то совершенно непонятный эскиз, никому кроме меня, найти какие-то лигатуры, найти какую-то композицию, определенный какой-то образ, а потом все это заново вообще абсолютно пересобрать, перенарисовать на планшете. Потом планшет очень удобный, потому что все это можно взять с собой. Каллиграфия и работа с живыми материалами. Это нужно сидеть, да, как бы обложиться все этими кистями, а с моим, да, там, постоянными поездками и так далее, просто это нереально часто. Поэтому вот как бы планшет выручают очень круто. Спасибо. Бегу. Привет. Петербург. Не хотите расписаться? Я не знаю, не пробовал. Он тоже на мальчиках не пробовал. У меня просто нет таких штук, на которых удобнее рисовать. Вы понимаете, о чем я. Вопрос такой. Я немного пропустил начало, к сожалению. Если я повторю сейчас, вы меня остановите. Некоторые работы, которые вы делаете по заказу, они могут как-то быть похожи на предыдущие и прочее. Нет ли со стороны клиентов, которые не очень разбираются в каллиграфии, упреков в этом? Нет. На самом деле… Вот чтобы все так отвечали. На самом деле всю разработку любого логотипа я показываю с нуля клиенту. И в разработке видно, как я пришел к этой форме. Видно, почему я сделал определенные какие-то тут толщины и так далее. То есть это материал часто на 15-20 страниц с скриншотами. Это очень правильно. Да, естественно. Я считаю, что для того, чтобы избежать правок, потому что каллиграфия, леттеринг и так далее, это очень такая, знаете, тонкая вещь, когда либо тебе клиент полностью доверяет, и он знает, что вот как бы да, покраску неплохо не сделает. А есть люди, которые думают, так, здесь надо как-то поиграться, вот тут подвинуть, мне кажется, здесь не читается и так далее. И это вызывает кучу какого-то негатива, потому что если шлифт разрабатывается, то это делается реально долго. И я уже учел все ошибки, я учел какие-то моменты, поэтому я делаю длинную презентацию с полной разработкой, и ко мне никаких вопросов никогда нет. Ее достаточно. Спасибо. Синя, спасибо за красоту. На самом деле, как для человека с графическим тоже прошлым, прям бальзам на душу. У меня вопрос тоже про прошлое немножко. Вот ты чуть-чуть упоминал про готику, да, я хотел узнать вообще какие-то еще влияния из каллиграфической традиции на тебя были. Ну, интересно, прежде всего, естественно, вязь арабская и вязь церковнославянская. И еще я сразу, второй вопрос до кучи, да, про духовные скрепы. Я смотрю, что у тебя много как бы латиницы написано, вот что-то кириллицей пытался. Так, отвечаю по порядку. По поводу стилей, да, каллиграфии. Тут, конечно, я не привязываюсь к готике, и наоборот считаю то, что круто, когда ты знаешь все, знаешь, как это все применять, сочетать и так далее. Так что у меня есть решение и из вязи, когда там буквы многоуровневые, да, там или слишком вытянутые, да, какие-то совершенно интересные композиции строятся. Есть решение арабские, когда там, да, какие-то штрихи вытянутые. В общем, тут я стараюсь не привязываться никогда к единому стилю и всегда искать именно оптимальное какое-то решение визуальное, которое мне бы нравилось. Без разницы, из чего, да, какие у него корни растут. По поводу работы с кириллицей. Кириллица очень такой необычный по своим формам вариант, поэтому иногда для того, чтобы сделать красивый образ, да, нужно понимать, что, например, вот есть буква латинская S. Эта буква решает 99 проблем, да, мы можем ее так поставить, так поставить, так закрутить, а попадется тебе какая-то там кириллическая буква Y, и все, и ты как бы понимаешь, что как бы ты круто не писал, ты просто не можешь сделать то, что ты хочешь. Поэтому я часто работаю с кириллицей. Я вот там даже, кстати, показывал один из таких принтов. Сейчас покажу, давайте еще раз. Вместе поищем, посмотрим там буквы. Вот этот вот зеленый, здесь написано Code Red по-русски. Жестко, да? Хотите, покажу, где есть какие буквы? В общем, да, вот тут как бы тоже получается, да, какие-то полуарабские мотивы, полувизионные. А что тебя сейчас вдохновляет? На самом деле это постоянно какой-то вообще рандом. То есть я не знаю, вдохновляет все. Мне сейчас нравится, когда… Нет, я понимаю, бывают какие-то этапы у всех. Ага, я понял. Одно, второе, потом третье, потом… В общем, сейчас мне очень интересно рвать шаблоны. То есть, допустим, мы берем W, да, и W как буква, да, она по сути V плюс дополнительный штрих. Ну да, если каким-то совсем грубым языком, да, доступным говорить. И я могу написать один штрих, потом сделать вот такую длинную линию, а потом дальше пойти вот этим, да, там толстым столбом. То есть ты жестко рвешь какие-то, да, стандартные представления о буквах, о композиции, обо всем, и просто это через свой какой-то стиль пытаешься донести. Вот. И это именно, да, с точки зрения вдохновения, действительно интересно, потому что чем ты глубже туда забираешься, тем ты сильнее начинаешь, да, какие-то другие вещи из абсолютно противоположных вещей понимать. То есть, допустим, как я пришел к тому, что каллиграфия может быть нечитаемой и при этом быть крутой. Также я постепенно там перешел на логотипы, там стал это использовать, там какие-то решения из логотипов я стал использовать в каллиграфии. То есть это все вот именно постоянное какое-то генерирование идей из абсолютно разных вещей. Что-то можно взять из граффити, где-то можно найти какой-то совершенно там странный инструмент, например, в граффити, когда раньше не было в продаже никаких марок, маркеров люди заправляли там крем от обуви, например, да, каким-то там тушью и писали вот этой губкой. И получается, что эта губка, она слишком сильно текла. И эти подтеки, если их применять в каком-то паттерне, они очень круто забивают в букве какое-то внутреннее пространство. То есть не обязательно внутрь буквы добавлять какой-то элемент для того, чтобы этот элемент, грубо говоря, не терял свою плотность. Сейчас покажу. У меня как раз вот здесь была одна такая штука. Вот если здесь присмотреться, то здесь некоторые буквы, они специально, да, большие. Все, почти все потекли. Да, да. И видишь, допустим, вот взять какую-то там S. Пустое место много, но из-за подтеков и какого-то небольшого там точки, да, или линии это все смотрится как единое такое пятно. Такой паттерн текстуры. Да, да, да. Ну то есть это вот, я говорю, нужно знать кучу разных вещей, чтобы это все вместе комбинировать и получать какой-то действительно эффективный и качественный результат. Спасибо. Так, ребят, есть еще вопросы у вас? Есть, вижу, есть. Алексей Ивановский в зале есть? Леша? Да, да. Хорошо. Так, иду. Привет, спасибо за доклад. У меня вообще два вопроса. Первый, глобально в каллиграфии, есть ли задача донести текст или просто создать образ, и читаемость не так важна? А второй, с какими материалами приходилось работать, кроме там туши, маркера, чего-то такого? Так, по поводу первого, донести текст, это что именно ты туда закладываешь? Как бы всегда в любой надписи смысл должен оставаться, и я всегда стараюсь сочетать все это правильно. То есть я могу сделать ее нечитаемой, но при этом текст не потерпит там каких-то изменений, там буквы какие-то не будут убраны, не будет каких-то там неправильных переносов и так далее. Просто часто есть возможность подобрать такой текст, чтобы он, оставаясь нечитаемым, все равно имел какой-то посыл. То есть, например, я делал серию холстов по выставке на тему «Алиса в стране чудес», и я взял вот этот отрывок в «All mad here», который забил паттерном на обратной стороне стекла и делал так, что стекло расписывается с двух сторон, одна сторона стекла расписывается паттерном, потом стекло переворачивается, и, грубо говоря, с другой стороны зеркала, зеркали все, это опять же как бы как идея переплетается, туда уже пишется какой-то отрывок, который я посчитал правильным. То есть смысл всегда есть, и у смысла куча всяких каких-то референсов и так далее к интересным мне вещам, но образ все-таки для меня тоже имеет важную роль. А второй был вопрос про инструменты. На самом деле я обычно не думаю, с чем бы я хотел поработать. Если я что-то нахожу, какая-то мысль мне приходит, я беру сразу и его использую. То есть у меня нет какого-то, грубо говоря, каких-то рамок. Если я хочу написать там ботинком, я беру и пишу ботинком. Если я хочу написать кирпичом, я беру и пишу кирпичом. И я получаю от этого кучу какого-то фана и какого-то совершенно бредового результата. Но да, это весело, это какая-то мотивация потом сделать тем же кирпичом еще лучше. Поэтому с инструментами нужно работать и искать постоянно что-то новое. Чем больше ты находишь, тем веселее и приятнее работать дальше. О, испугался. Спасибо большое. Продолжение следует...